«Сталкер» – один из знаковых фильмов режиссёра Андрея Тарковского. В этом году ленте исполняется 40 лет. В рамках кинофестиваля «Зеркало» в Иваново приехал художник «Сталкера» Рашид Сафиуллин. Его выставка «Из зоны событий» повествует о процессе создания фильма. В экспозиции представлены фотографии со съёмочной площадки, уникальные кинокадры, оригиналы эскизов декораций. На выставке представлены инсталляции, которые, мне кажется, передают какую-то фактуру, что ли, состояние, которое мы можем увидеть в фильме «Сталкер». Очень хотелось создать вот это очень близкое отношение зрителя через фактуру к автору и, собственно, к фильму. Сафиуллин трудился над декорациями к «Сталкеру» несколько лет. Перед ним стояла непростая задача. Перенести сложный язык образов Тарковского на съёмочную площадку. За долгие месяцы совместной работой между художником и режиссёром установилась прочная связь. Сафиуллин понимал Тарковского с полуслова. Самое главное, что я понял, почему у Тарковского всё вот такое глубокое, сложное, хотя кадр может быть простым, да, идут два человека там или три человека. Он всё доделывает до идеала, до конца, когда уже другие сказали бы «О, классно! Всё! Стоп! Камера!» Он ещё продолжает работать, работать, думать, менять, делать следующие дубли. Что он там видит и что он чувствует, это мне неведомо. Ну, понятно, что в результате мы видим вот такое кино, как «Зеркало», например, «Рублёв», «Сталкер». Участие в создании выставки принимали также ивановские художники. Вместе с Сафиулиным они старались воссоздать атмосферу зоны из фильма, используя самые разные предметы, многие из которых нашли на заброшенном Ивановском заводе. Брали прям куски чего-то там, шестерёнки, крупные валы, мох, гнилые палочки, веточки, тряпицы какие-то, железочки и прочее. Это как то, что как бы остаётся от человека, такой мусор, покрытый биологическим уже налётом, ржавчиной. И хоум. Погрузиться в аутентичный мир «Сталкера» поможет аудиогид с авторскими комментариями. Выставка в галерее «Шестой этаж» в гуманитарном корпусе ИГХТУ открыта для посетителей до 30 июня. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.